МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В нашем историческом путешествии мы оставили стулья где-то в 16-17 веке. Очевидно, что в ту эпоху, как и в древности, стулья и табуреты продолжали играть важные роли в дворцовом ритуале. Во время дворцовых церемоний на стулья с подушками могли рассчитывать только члены королевской семьи. Знать размещалось на табуретах. Для менее родовитых придворных были расставлены складные сидения. В своей книге «История человеческой глупости» Иштван Ратвек так описывает ритуал сидения при французском дворе. В присутствии короля или королевы все придворные оставались стоять. Из дам могли сидеть только герцогини. И то не в креслах, а на пресловутых табуретах. Однако дамы, вынужденные к горькому стоянию, могли утешиться табуретом, но в отсутствии королевской четы. Придворный этикет тщательно расшифровывал возможности подобных случаев и сводил их в систему правил. Итак. Дети короля в присутствии своих отца или матери сидели на табурете. Впрочем, им тоже полагалось кресло. Королевские внуки в присутствии королевских детей могли претендовать только на табурет. Тем не менее, во всех других случаях им также подставляли кресло. Принцессы Крови перед королевской четой и королевскими детьми скромно присаживались на табурет. Однако в присутствии королевских внуков им полагалась нововведенная льгота. Они получали стул со спинкой, но без подлокотников. И все-таки они тоже не были совсем уж отлучены от кресельной славы. Правда, только в том случае, если восседали в кругу дам ниже их парангу. На этом череда правовых вопросов еще не кончалась. Надо было позаботиться и о рассаживании вельмож высокого ранга. Кардиналы, которые, отметим, были приравнены к принцам Крови, оставались стоять перед королем. Перед королевой же и перед королевскими детьми садились на табурет. А перед ровней, то есть принцами и принцессами Крови, уже могли предъявлять права на кресло. О былом величия табурета напоминает нам и сохранившееся во французском языке как идиома следующее выражение. То есть получить обещанные привилегии. Человеку сословного общества явление своего достоинства и величия давалось ценой собственного комфорта. Эталонный для эпохи барокко испанский стул был весьма претенциозен и очень неудобен. Он обрекал человека на мучительную позу во время многочасовой церемонии. Во Франции Людовик XIV, который, как известно, сам по себе и был государством, государство это я, вознес антураж королевской короны до невиданных высот. Для нового дворца в Версале король солнца приказал изготовить серебряную мебель. Правда, этой мебели не суждено было пережить своего владельца. Ведя разорительные войны, король переплавил стулья в монеты. Мебельные мастера XVII века были очень узкими специалистами. Цеховые правила ограничивали столяра сидячей мебелью, кроватями и столами. Шкафы, комоды и сундуки мастерили эбенисты, то есть чернодеревцы от эбен – черное дерево. Это размежевание было отменено в конце XVIII века французской революции вместе с цехами. В России XVIII века столяров называли стульными мастерами. Изготовление корпусной мебели, шкафов, комодов называлось кабинетным делом. В XVII веке французское дворянство обставляло свои дома и дворцы различными креслами. Или, как говорили на галантном языке того времени, средствами для удобства беседы. От слова «кресло» слишком резко пахло столярным ремеслом. Такими средствами были шельс-адо с высокими спинками и съежба с низкими сидениями, дежурные табуреты – пляссе и складные стулья – плюян, от французского «гибкий». Тот же XVII век бородил комфортное крылатое кресло с полукруглыми выступами по обеим сторонам спинки. Первоначально уготованное пожилым людям, оно впоследствии стало неизменным атрибутом ученых и философов. А в историю оно вошло освещенное именем великого Вольтера. Эти вольтеровские кресла использовались вплоть до начала XX века. В XVII веке появляется шезлонг – по-французски «длинный стул», на котором можно было сидеть и лежать. Шезлонг стал дневным ложем аристократов. Изобретение шезлонга легенда приписывает красивому жесту Людовика XIV. Навещая раненого в бою маршала, король солнца пожелал выказать свою солидарность с ним. По приказу короля были сдвинуты несколько кресел, и венценосный посетитель принял на них лежачую позу. Идея была мгновенно подхвачена мебельными мастерами и воплотилась в новом предмете мебели. Впоследствии семейство шезлонгов разрослось. Появились «Дюше сан Батон» – герцогиня в лодочке и «Дюше с Березе», что означает «разбитая герцогиня». Первый вариант действительно напоминал маленькую лодку. А разбитая герцогиня состояла из кресла и приставленного к нему табурета. А иногда двух кресел и табурета между ними. XVIII век окончательно снял напряжение с этикета. Светский человек узнал позу отдыха, позу легкой беседы, позу свободного интереса, стал различать позу церемониальную, официальную и свободную. Эти перемены отразились в затейливом стиле рококо. В ту эпоху тон моди вообще и мебельной в частности задавала Франция. Стараниями и воображением ее мастеров было создано множество моделей. Приятному времяпрепровождению камина соответствовала глубокая мягкая бержер – пастушка. В 30-е годы XVIII века Европа узнала, что такое кабинетное кресло. Тогда же вошло в обиход парикмахерское кресло с изогнутой верхней части спинкой. Изменились нравы буржуа и дворян. Следовательно, появилась новая мебель. Низкое кресло у камина «Шоферс», козетка для двоих, а также дорожное кресло. К концу XVIII века волны рококо успокаиваются. Мода поворачивается к классике, идущей от античных форм Древней Греции и Рима. Мебель становится строже, выпрямляются ножки и спинки стульев и кресел, скромнее выглядит отделка. Приближается революция во Франции. Интерьер обуржуазивается, становится демократичнее. Мода без осады берет дворцы. Людовик XV, мадам Дюбари и мадам Помпадур обставляют свои покои в греческом духе. Позже эстафету классицизма принимает двор Людовика XVI. Англичане, которым в XVIII веке удается освободиться от французского диктата в стилях мебели, захватывают инициативу и в подражание далеким античным образцам создают модели строгие и грациозные. Мебельщики Европы держали равнение на ажурные формы стульев Хепплуайта, Адама и Шаратона. Их почерк чувствовался в стульях, креслах и кушетках многих поколений мебельщиков. Его печать лежит и на многих современных гарнитурах. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»